Игорь Липсиц, российский экономист и доктор экономических наук, профессор. К нам присоединяется Игорь. Добрый вечер. Добрый вечер. О фонде национального благосостояния. На прошлой неделе Минфин Россия читался в управлении. По итогам 2023 года было потрачено почти 4 триллиона рублей. И теперь в так называемой ликвидной части ФНБ осталось только 5 триллионов рублей. До начала войны там было почти 9 триллионов. Что это за ликвидная часть? Объясните, пожалуйста. Ну, значит, поскольку Россия разругалась со всем миром, и конвертированные валюты не особенно теперь могут быть в России использованы, то практически вот это ликвидное средство – это только два вида активов. Это физическое золото в хранилищах Российской Федерации и юани, которые, получается, от торговли с Китаем. Причем, значит, насчет физического золота, там есть некая загвоздка. Его оценивает в денежном измерении Центробанк. Используют мировые цены на золото. Но российское золото находится под санкцией. Поэтому если попытаться его продавать и получать деньги, то придется давать большие скидки, дисконты покупателям. Поэтому реальная стоимость даже золота внутри ФНБ меньше, чем отчитывается Минфин. Но это как бы такая хитрость, которую Минфин использует. Поэтому действительно, в общем, осталось золото, которое надо еще найти, кому продать в таких объемах, чтобы что-то получить. Ну и, соответственно, юани, которые вот нужны для того, чтобы можно было что-то покупать. И получается, что, строго говоря, ликвидные средства – это только юани. Их уже не так много, потому что, ну, как бы, есть же понятие критического импорта, значит, в случае бедствия, катастроф, там, голода, эпидемия. Нужно будет что-то закупать в мире, нужны какие-то валютные средства, которые можно закупать. Поэтому практически Россия подошла, ну, к ситуации, когда у нее вот на критический экспорт есть, импорт, прошу прощения, а на все остальное почти нет. Четыре триллиона рублей за два года. Куда ушли эти деньги? И будет ли сохраняться такой темп расходов? Они ушли на военные цели, это понятно. Гасить дефицит бюджета ушли эти средства. И сейчас мы наблюдаем картину, что ФНБ тратится, тратится потому, что у России стало хуже с доходами от нефтегазового экспорта, еще даже до всех атак на терминалы. Поэтому, значит, пришлось не пополнять ФНБ, как планировалось в конце прошлого года, а наоборот продавать средства из ФНБ. И, соответственно, начались вот эти продажи валюты. И если они пойдут такими темпами, как в начале этого года, то ФНБ может быть вообще продан, распродан, ликвидирован, потрачен, как хотите слово, потребите, за год вообще. Ну, картина такая страшноватая для Российской Федерации, но она выглядит так. То есть может перестать существовать, в принципе, фонд национального благосостояния. И что тогда? Как это отразится на экономике? Минфин этого боится, очень боится, потому что, как бы, это такая, знаете, политически некрасивая история, что растратили все запасы, всю кубышку пустили в распыл. Поэтому Минфин клянется, что он не потратит весь ФНБ. Но тогда возникает вопрос, а где он деньги возьмет? Ну, Минфин клянется, что он будет одалживать с помощью облигаций на внутреннем рынке. Но это получается не очень хорошо. Российские банки уже, как вам сказать, немножко сторонятся покупать. Они красиво вслух говорят, что мечтают покупать облигации, по факту не очень. И мы видим, что вот план заимствования с помощью продажи облигаций в прошлом году пришлось корректировать и сокращать его на триллион рублей. То есть получили в долг от фондового рынка через облигации на триллион меньше, чем ожидалось. Поэтому, конечно, такая ситуация невеселая. А тогда остаются совсем такие тяжелые инструменты. Это девальвация рубля, чтобы превратить валютную выручку в большую массу рублей. Но это, соответственно, очень сильно увеличит инфляцию в России. Или повышение налогов, а больше ничего. Скажите, а кроме фонда национального благосостояния, есть ли у России другие резервы на черный день? Ну, практически нет. Практически нет. Все колеса тратятся. Все, что приходит, оно сразу направляется на финансирование военных расходов. Поэтому никаких запасов нет. Поэтому очень интересная сейчас пошла последний месяц дискуссия. Вдруг вышел из тумана министр финансов и сказал, вы знаете, у населения есть заначка такая хорошая. 40 триллионов рублей. Нам бы эти деньги очень пригодились для вложения в экономику. Народ ахнул. Стал соображать, каких же это 40 триллионов нашел под лавкой. Министр финансов сказал, что он имеет в виду ни много, ни мало сумму депозитов населения, текущих счетов и депозитов, которые есть у населения в российских банках. 40 триллионов. Но это же очень странная история. Эти деньги же, ну как, они же не лежат в сейфах банков. Они вложены, они тратятся. Они дают банке за счет этого кредита. Они за счет этих средств покупают облигацию того же Минфин. Это не живые, не свободные деньги. Они уже реально работают в экономике. Чтобы их перекачать теперь в государственный бюджет, а задача такая поставлена. Самое интересное, что задача поставлена. Где-то в России придумали некую систему новую дополнительного пенсионного страхования. Президент уже приказал, значит, в течение будущего года туда закачать из населения что-то около триллиона восьмисот миллиардов рублей. А там хитрая механика какая, значит, ты вроде как бы отдаешь деньги в негосударственный пенсионный фонд с возвратом денег через 15 лет не раньше. А эти деньги дальше пенсионный фонд может тратить только на очень надежные вложения. А надежные вложения – это покупка облигаций федерального займа. Ну, картина очень понятная. Но я не уверен, что население так уж сильно обрадуется такой перспективе. Да, 15 лет, неизвестно, что за 15 лет может произойти. Вы же представляете, что такое, что будет в России через 15 лет. Какая гадалка, скажешь. Нет таких великих гадалок, даже я не могу сказать. И как это вообще, вот, ну, брать деньги, например, просить людей или заставлять людей? Или как, ну, как забирать эти депозиты? Как их перекачивать на другие нужды? Ну, в общем, они, как бы, будут, конечно, пытаться. Некие стимулы придумали. Но они слабенькие. Потому что там, значит, скажем, банк, если ты в России положил на депозит, то он страхуется на миллион четыреста тысяч. А если ты, значит, положишь в этот пенсионный фонд, то страховать тебе будут два миллиона восемьсот тысяч. Ну, что это такое страховка, когда ты 15 лет не знаешь, что с твоими деньгами было? А у россиян, в общем, хорошее воспоминание о том, как деньги в Сбербанке исчезли. Поэтому, так сказать, что народ так радостно побежит отдавать на 15 лет заморозку деньги, это трудно представить. А потом, знаете, еще надо же понимать, что сбережения, это же не у всех россиян. Сбережения у самых богатых россиян. У большинства россиян нет никаких сбережений в принципе. Там три месяца народ не продержится на заначке. А большинство бегает от одной микрокредитной организации к другой. А богатые в России, знаете, они, как правило, не очень глупые. Иначе бы они деньги не заработали. Поверить, что они вот срочно пойдут забирать деньги из банков и перекладывать в эти непонятные пенсионные фонды, это, знаете, очень сильная гипотеза. Но задача поставлена. А раз задача поставлена, то дальше начнется, видимо, обработка населения. Сначала, видимо, бюджетников. И скажут, что если ты, в общем, сознательный гражданин России, то ты должен вот в пенсионный фонд перевести свои деньги. И мы с тобой хотим работать, если ты будешь только так вот участвовать накопление денег на свою старость. А иначе ты несознательный гражданин России с несознательными гражданами России нам не по пути. Ну, это же все известно, как в Советском Союзе. Вот в контексте того, как Кремль тратит резервные деньги, о военном бюджете на этот год он рекордный. Мы об этом с вами уже говорили. Но сейчас конкретно в контексте, в том числе, фонда национального благосостояния, 11 триллионов рублей заложено в бюджет 2024 года на военные нужды. Это от 30 до 40 процента бюджета государства. Мы уже разобрались с тем, что в фонде национального благосостояния осталось 5 триллионов рублей. Вот, например, эти 5 триллионов рублей бросят на военный бюджет. Но это даже меньше, чем половина. А остальные деньги где будут брать, как думаете? Ну, смотрите, пока еще идут доходы от продажи нефти. С газом совсем не славно, а вот нефть пока продают. Все-таки пока и через Балтику, и через Черное море поставки танкерные идут, это приходит все доходами. Причем сейчас отнимают у экспортеров почти всю валютную выручку, продают ее, и за счет этих денег пополняют бюджет. Сейчас последние два дня идет скандал в российском государственном аппарате. Значит, Минфин и правительство хотят продлить период обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Центробанк отбивается и возражает против этого. Ну, в общем, такая идет внутренняя свара между органами государственного управления. Ну, вот заставляет экспортеров отдавать. Видимо, будут повышать налоги. Собственно, в прошлом году уже это было сделано. Ввели налог, так называемый, на сверхприбыль. И хотя он формально должен был вступить с 1 января только этого года, но государство сказало, вот если будет с 1 сентября, января платить, то ставка будет 10%. А если вы досрочно, как сознательные граждане России, заплатите с прибыли компании, значит, вот еще в 23-м, то ставку мы вам поставим 5. Ну, и, соответственно, российский бизнес бигом побежал и 315 миллиардов принес. Но 315 миллиардов не такие большие деньги. Так что, в общем, не очень так легко выполнить бюджет. Все российские экономисты с ужасом на него смотрят, потому что он какой-то совершенно такой фантастический дутый. И его выполнить можно только при условии, скажем, если уронить рубль там до 130, да, может быть, 150 рублей за доллар, поднять какие-то совсем невероятные налоги, но что-то еще придется делать. Иных путей выполнить такой бюджет и так профинансировать военные расходы просто не существует. Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, посыпались санкции, международная изоляция, один за одним пакет. И многие там предрекали о том, что вот-вот экономика России рухнет, но скоро два года полномасштабного вторжения, экономика держится, экономика выживает. Но вот тут этой зимой появились вот эти вот коммунальные проблемы в Российской Федерации. Аварии, нет тепла, нет света в Подмосковье, в Ленинградской области. Путин рассказывает при этом, что все хорошо, деньги есть, страна процветает, экономика крепнет. Можно ли это назвать таким первым звоночком о том, что не все хорошо? Ну, я бы сказал, что это не первый звоночек, это уже практически третий звоночек. Знаете, потому что будто аварии в ЖКХ знали все российские экономисты, которые занимаются реальным хозяйством. Потому что страна изношенная, страна старая. Ну, вот как вам объяснить? Страну перестали как-то строить где-то в 80-м году примерно. Потом, если помните, три года было не до этого, шла гонка на лафетах. Потом, значит, пришел Горбачев. Все боролись за демократию. Потом, значит, занимались рыночными реформами, разделением страны на отдельные страны. Ну, не так ЖКХ было. Ну, вот и считайте, что у вас больше 40 лет никто серьезно ЖКХ не занимался. Ну, какие-то ремонты делали небольшие. А страна-то изношена. Если бы 40 лет назад трубу положили, вы думаете, оно у вас хорошо служить будет? Не будет. А дальше идет огромное жилищное строительство. Эти все драма в России строятся. Многоквартирные, огромные кварталы. То, что в России называется «человейники». А их всех подключают к старым коммуникациям. Нагрузка на коммуникации растет. Они не выдерживают рвутся. Так что это не второй звоночек, а не первый. Это третий звоночек. Поэтому, конечно, впереди у россиян огромное количество аварий. Причем я вот, так сказать, с ужасом даже боюсь прогнозировать. Потому что я успеваю только сказать, через несколько дней все начинает происходить. Я тебе несколько дней назад в интервью сказал, что следующими будут аварии на электросетях, потому что они перегружены. Потому что если у тебя отключается отопление, ты что делаешь? Включаешь масляный радиатор. Ну, это же понятная история, да? Значит, идет нагрузка. Мне уже вчера прислали, что в Владивостоке горят две электроподстанции. Но вот это будет происходить. Дальше вот начинается эта история с лифтами, которые, в общем, тоже выходят из строя. Так что перспективы комфорта бытия в России, они становятся таким пугающим, я бы сказал. Вот об этом мы часто вас спрашиваем. О том, как россияне чувствуют на своих кошельках войну. Какой бы вы дали прогноз для населения Российской Федерации на 2024 год? Ну, нет такого для меня понятия населения Российской Федерации. Я конкретный экономист. Поэтому есть люди, которые на войне богатеют и очень ею радуются. Посмотрите, как хорошо себя ведут москвичи. Они ходят в рестораны, посещают театры, магазины полны людей. В Москве сконцентрируется огромный поток доходов. Тех, кто хорошо связан с войной, на этом зарабатывает. Это довольно большая группа людей. И чиновники государственные, распределяющие военные заказы. Это те, кто владеет военными заводами. Те, кто занимается военными строительными работами. Кто участвует в поставках комплектующих. Ну, и так далее. Это немалая часть населения. У этого населения все будет хорошо. У них доходы будут расти. У них вся славная жизнь впереди будет продолжаться. Значит, вот другое дело, что у большей части населения будет совсем не так. Даже у тех, кто считает, что они хорошо пристроились. Потому что мужья пошли воевать и им платят. Но у них тоже не будет хорошо, потому что у них же выплаты не индексируются по инфляции. Инфляция высокая. Будет она снижаться или нет, сейчас пока не ясно. Но судя по тому, что придется девальвировать рубль, то все надежды на снижение инфляции могут рухнуть. Потому что если не девальвируют рубль, то не пополнишь бюджет. А девальвируешь рубль, все надежды, соответственно, на снижение инфляции тут же будут убиты. В России огромная доля импорта. А если ты девальвируешь рубль, то дальше происходит простая история. Человек приходит в магазин, магазин тот же красивенький, только вот полки пустые, потому что импорт уже купить тяжело. Нет валюты. Или она безумно дорогая валюта, соответственно, импортные товары такие дорогие, что никто не может покупать. Поэтому большая часть населения будет, в общем, не очень радостно жить. Но, правда, недолго, потому что еще мы наблюдаем такую крайне страшную вещь, как сильное сокращение госзакупок лекарств. Потому что на это нет денег, да и лекарства подорожали, поэтому, значит, все, что касалось обеспечения лекарством в больнице, сокращается. Поэтому, что называется, если тебе не принесут родные лекарства, то больница тебя положит, ну и даст лечение. В общем, ты довольно быстро перекочуешь в морг. Ну вот картина такая, поэтому, в общем, жизнь будет тяжелой, но, возможно, все менее долго. Игорь, спасибо вам большое за этот разговор. Игорь Липситц, российский экономист, доктор экономических наук, профессор, говорили о российской экономике и о будущем России. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.